Глава государства находится в Туркестанской области с рабочей поездкой. Она началась с посещения мавзолея Ходжи Ахмета Ясави. Казмежо Мартукаев почтил память значимого для всего тюркского мира поэта и духовного учителя. Ознакомился президент и с рядом новых социальных объектов. Среди них инновационный лицей. Учебное заведение одно из лучших в стране теперь не только по уровню знаний, но и по оснащению. С подробностями Динара Жанбатырова. Свою рабочую поездку глава государства начал с посещения мавзолея Ходжи Ахмета Ясави. Это традиция. Ежегодно к месту сохранения духовного учителя и поэта приезжают сотни тысяч паломников со всего мира. Городу исторически суждено быть центром притяжения. В самом гостонаселенном регионе официально проживают больше двух миллионов казахстанцев. Из них около 500 тысяч это школьники. То есть каждый седьмой ученик из Туркестанской области. Учебные заведения переполнены, а потом устроят в первую очередь школы. До конца года обещают ввести больше 60 учебных заведений. В свое новое здание уже заехали ученики лицея Белем Инновация. Одна из них Каусар Абубакир. Девушка рассказывает, отвлечься от сложной математики помогает гончарное искусство. В нашем Туркестане таких мест очень мало, поэтому я очень рада, что в этом лицее открылся такой кружок. Помогает отвлечься. Сначала я делала только кружки, сейчас уже могу кувшины. Главное правильно класть глину в центр гончарного круга. В лицее раскрывают в детях новые таланты по самым разным направлениям. От робототехники, программирования до изучения языков стимулируют развиваться в профессиональном спорте, как Дельмурат Ташбулатов. Силу рукопожатия чемпиона мира по пауэрлифтингу проверил сам президент. Пообщался глава государства и со спортсменами зимних видов спорта. Возможность заниматься профессионально у хоккеистов и фигуристов появилась всего год назад. Лед для местных это экзотика, потому что температура воздуха зимой не опускается ниже нуля. А наличие собственного ледового дворца это еще один шаг к развитию массового спорта, профессионального и поиску новых олимпийских чемпионов. Я не пропускаю тренировки, прохожу каждый раз. Чтобы этот спорт был у тебя всегда в душе. Я сначала ходил на большой теннис, но как только узнал, подумал и пошел сюда. Я читаю, что у меня техника. Я посоветую нормальные коньки-то бить. Морозильная камера, вентиляция, ледогенератор. Все оснащение современное. Единственное такое в Центральной Азии. Глава государства пожелал удачи будущим чемпионам и высоких побед на международных соревнованиях. В ответ хоккеисты подарили президенту свою форму с тигром. Глава государства поблагодарил представителей общественности, в том числе и ветеранов Туркестанской области. С ними Касымжумар Токаев встретился в новом доме дружбы. Под одним шанраком в буквальном смысле здесь объединили 11 этнокультурных центров. Я хотел бы поблагодарить всех представителей. Здесь в области 50 национальностей живет. Я всем благодарен за дружбу, за упорный труд во имя нашего государства. В Казахстане никогда не было никаких фобий и не будет никаких фобий. Потому что мы народ единый, народ толерантный, терпеливый, народ трудолюбивый. И это самое главное. И мы будем строить и далее наше гармоничное общество. Дом дружбы в первую очередь это место встречи представителей различных этносов, проживающих в нашем регионе. Здесь мы обсуждаем самые разные вопросы от экономического развития до межнационального согласия. Наша задача не просто разъяснять и призывать к миру единству. Мы должны чувствовать настроение народа. Этого требует и глава государства, от каждого управленца, от министра до Акима. И надо признать, местные власти постарались. Об этом говорит и не только внешний облик Туркестана, но и приток инвестиций. Из всего объема больше 2 триллионов 80% это частные. Работа продвигается хорошо. Правительство окажет помощь региону. В целом ситуация в области положительная. Аким справляется со своими задачами. Работы не боится. Поэтому с оптимизмом смотрю на будущее региона. Желаю всем успехов. Помимо социальных и культурных объектов в рабочем графике президента, встречи с аграриями региона. Выращивают здесь практически все. От кукурузы до бананов. К слову, газетические фрукты довольно неплохо прижились на Туркестанской области. Однако эти края родина хлопка. Я был одним из первых в регионе, кто начал сеять хлопок, используя метод капельного орошения. В результате проточная вода была сэкономлена в 2,5 раза. Удобрения вносятся посредством капельного орошения, и урожай вырос до 60 центнеров. Кстати, сами системы водосбережения тоже производят в Туркестанской области. Еще год назад такие дождевальные машины в страну завозили из-за рубежа. Китай, Европа и Соединенных Штатов. Своим производством учредители гордятся. Заказы на машины расписаны на полгода вперед. На это предприятие со стороны государства мы не брали ни кредитов, ни денег. Это чисто частные инвестиции 100%. Стоимость завода 7 миллиардов тенге. Из них 2 миллиарда – это цех горячего тенкования, 2 миллиарда – это оборудование, остальное – это здания и сооружения. Завод начал свою деятельность в 2023 году. Тогда было помещение 1500 квадратных метров. В данный момент производственное помещение 8000 квадратов почти. Часть потребностей рынка в водосберегающих технологиях заберет Туран-Су. На строительство завода ушло полтора миллиарда тенге. Здесь планируют запустить полный цикл производства. Система капельного орошения экономит в два раза больше воды и увеличивает урожайность в полтора раза. Стоимость допущенного проекта составляет 650 миллионов долларов. Мы обрабатываем 900 тысяч гектаров в год. В минуту производится 350 метров. Главным преимуществом этого является то, что мы показываем и знакомим фермеров с методами водосбережения. По огромной территории в 100 гектаров государство передвигался на гольф-каре. Президент ознакомился с производствами практически в каждом здании. В этом делают парты для школ. На предприятиях нет холдинга, снастили уже около 50 школ. Это первая в Казахстане роботизированная фабрика. Большая часть этих роботов произведены на заводе «Хёнде». Мы делаем мебель для комфортных школ. Всё это сделано по европейскому стандарту. В день производим до 1200 единиц. 95% используемого сырья являются казахстанскими. Следующая остановка – производство холодильного оборудования. В планах выйти на мощные до 10 тысяч единиц холодильников. Остановился президент и на предприятиях, которые ещё планируют соввести. Это производство дронов, одежды, обуви. Всего больше сотни проектов. До конца 2027 года на их реализацию потратят больше 2 триллионов тенге. Проанализировали, взяли данные из КГД. То есть за прошлый год сколько было импортировано продукции и импорторок на территории Республики Эстон. И тогда мы увидели, что более 12 триллионов тенге было импортировано продукции. Более 3000 наименами вида продукции. Из них мы полностью всё просмотрели, изучили, составили кейсы, по каким направлениям в целом мы можем развиваться. То есть мы поставили упор на импортозамещение. И в этом направлении мы сейчас работаем. И с этим мы здесь реализовали мебельное производство, потому что практически 99% мы их форматировали из Китая. Систему водосбережения, капельное, дождевальное оборудование. Показали президенту и то, какие условия создают для увеличения производства молока. Классическая музыка для местных бурёнок – это лишь один из способов увеличить надой молока. За комфортом для коров уже 9 лет следит Владимир Баченко. Данная система автоматизирована полностью. То есть, как вы видите, корова зашла сама, робот её подключил сам, обмыл соски, дал корма. После дойки у неё будет обработка выменей, йодом, чтобы соски закрылись. В завершении глава государства побывал на швейной фабрике. Предприятие новое и производственными мощностями пока похвастаться не может. Однако потенциал колоссальный. Через пару лет здесь обещают обеспечить рабочими местами около полумиллиона человек. Динара Жабатырова, Едель Ирмикбаев, Дулат Антибеков. При поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана, Туркестан.